МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это плюсом полтора миллиарда к бюджету 2019 года. Расходы 61,3 миллиарда рублей. Своё заключение по областному бюджету сделали представители экспертного сообщества. Экономисты отмечают рост доходов в казну и ряд других важных обстоятельств. Основная доля во всех расходах – это всё-таки социальная направленность, выполнение региональным правительством всех своих обязательств социального характера, направление расходов на рост заработной платы, хотя, конечно, на мой взгляд, в регионе заработная плата должна расти более быстро, не темпами. Вызванный ажиотаж неудивитель. Сейчас распределяются только основные параметры бюджета. Будет внесено ещё много правок и дополнений. Поэтому представители каждой отрасли и простые граждане пытаются обозначить наиболее близкие им проблемы, на которые нужно направить деньги. Отвечая на вопрос, что в социальном блоке будет приоритетным, депутаты сходятся в едином мнении. Ну, однозначно, это здравоохранение. Это то, что обсуждается практически на каждом комитете. И сегодня комитет по бюджету, когда проводили, тоже касались этого вопроса, в том, что в Министерстве здравоохранения между первым и вторым чтением будет выделено ещё и дополнительное финансирование за счёт средств федеральной субсидии. Ждут поступления денег во многих учреждениях здравоохранения области. В Центральной клинической медико-санитарной части имени Егорова ведутся большие ремонтные работы. Для этих целей заключено два двухгодичных контракта. Поэтому от бюджета мы, естественно, ждём денежных средств на продолжение наших ремонтных работ. Мы ждём помощи нам в обеспечении лекарственного, в лекарственном обеспечении как для льготной категории граждан, так и для пациентов, которые у нас лечатся в стационаре. Своё видение приоритетных направлений есть и у депутатов Ульяновской городской думы. Коллегам из ССО Николай Лазарев предлагает направить дополнительные средства на приведение в порядок ливнёвок и дворов, а также профинансировать программу благоустройства областного центра. У нас в Ульяновске очень большая работа проделана. Комфортная городская среда, которая работает программой Ульяновской области. Естественно, есть и критика. Мы работаем над этой критикой, пожелания жителей учитываем. Председатель городской думы Илья Ножечкин также обратил внимание на необходимость увеличения средств на проведение благоустройства в Ульяновске. Выделение дополнительных средств поможет ускорить темп приведения города в порядок. Жители активно участвуют в благоустройстве. Мы проводим совместные субботники, дни соседей. Мы высаживаем кустарники, новые деревья. Помимо того, что обновляются проезды, тротуары, заменяются бордюры, конечно же, обновляется и озеленение. Жители, в свою очередь, заказывают новые детские площадки. Где-то мы помогаем их устанавливать. Это вот такая большая командная работа. А депутат Андрей Князев передал парламентариям наказы от своих избирателей. Я предлагаю позаботиться о бульянских пенсионерах и оказать им помощь, и сделать для них проезд на электротранспорте города бесплатным. Эти люди много поработали в своей жизни, и я считаю, что они заслужили право передвигаться по нашему любимому городу бесплатно. Главный финансовый документ области разрабатывался с мая этого года. Он был единогласно поддержан на совещании правительства 30 сентября. Проект бюджета планируется рассмотреть на заседаниях Возглодательного собрания в первом чтении 23 октября во втором 20 ноября. Егор Титов, Юрий Ломатов, Новости Управды ТВ.